Миша постоянно становится ко всем собакам и ко мне боком. Что же это значит? И я выяснила, ребята, просто удивительный для себя факт. Хай, ты на канале Magic Family, волшебная семейка. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки Софиша, Мишенька, Щедочек Юми и Ивасик. Еще у меня тут очень много других питомцев, но сегодня речь пойдет, ребята, именно о песиках, потому что я решила в этом видео поделиться такой информацией из нашей совместной жизни, которую, наверное, я никогда не рассказывала в своих роликах. Так что, если вы тут впервые, не забывайте подписываться на канал, и давайте начинать. Что же это такое за огромная корзина с кучей всего для моих собачек? Вы очень часто спрашиваете, как же я успеваю ухаживать за таким количеством питомцев? Что же я делаю такого каждый день? На самом деле, это не отнимает столько времени... Софиш, что ты там ищешь? Час-два в день потратить на своих животных ради их здоровья, мне кажется, не жалко никому. Да, Юмичу? В этой корзине у нас все, что требуется для ежедневного ухода за собаками. Видите, ребята, у нашего щеночка Юми сейчас заклеены ушки. Это для того, чтобы они вставали, потому что у нее сейчас серьезный период становления организма. Растут зубы, и иногда организм немножко ослабевает, и нужно его поддержать. Все, что я сегодня расскажу в общих чертах в этом видеоролике про каждый пункт, есть у нас отдельное видео, и ссылки на них я оставлю внизу. Обязательно пойдите и посмотрите. Пойдемте, ребята, сверху вниз. Собачьи ушки. Если у вашей собаки уши грязные, то, скорее всего, она не совсем здорова. А у всех моих собак уши чистые. И об этом тоже есть отдельное видео. То же самое с глазами. Я осматриваю, не текут ли глазки у собак. Если текут, то я начинаю думать, что я сделала не так. Например, не подходит корм, или съели что-то аллергенное, или пора провести профилактику от глистов и так далее. Носик. Просто смотрю, нет ли насморка и не течет ли из носа какая-нибудь странная непонятная жидкость. У меня нет никакого определенного расписания в чистке зубов собак. Я смотрю на их состояние, и если я вижу, что где-то появился камешек или какой-то налет, тогда уже нужно их почистить. Но так как я смотрю их, осматриваю их каждый день, я увижу обязательно какие-то изменения и вовремя почищу зубы. Я каждый день осматриваю своих собак на внешний вид и слежу за их поведением. Ведь только мы, хозяева, можем заметить странности во внешности или поведении нашей собачки или кошечки и вовремя устранить проблему, не затягивая. Ведь наши питомцы, ребята, и собаки, и кошки, они молчат. Они, к сожалению, не могут нам сказать, что у них что-то не так со здоровьем или что-то болит. И только по определенным знакам мы можем что-нибудь понять. Вот, например, совсем недавно я обнаружила сайт компании Роял Каним. Я думаю, те, у кого есть собака или кошка, обязательно знают эту марку. Сайт знаки Бэт, на котором рассказано о знаках, которые подают наши питомцы, кошки и собаки, когда их что-то беспокоит. И можно подчеркнуть тому очень много полезной информации и таких вещей, о которых мы даже никогда не задумываемся с вами. И я, если честно, очень рада, что в нашей стране есть такие люди, которые создали такой благородный проект и помогают владельцам, таким как я и вы. И я очень удивилась, что они не просто создали сайт с таким количеством полезной информации, но еще и доказали свое желание помогать хозяевам тем, что запустили Ветмобиль. Оказывается, это мобильный информационный пункт Роял Каним, куда любой владелец собаки или кошки в Питере или в Москве может прийти и получить абсолютно бесплатную консультацию профессионального ветеринарного врача, а также специалиста по поведению животных. Этот Ветмобиль будет ездить по разным районам Москвы и Питера в течение месяца, и каждый желающий сможет туда прийти. Так что, если вы ответственные владелицы, у вас есть вопросы, а если вы ответственные, то вопросы у вас, скорее всего, есть, вы можете найти график на их сайте, ссылочку на который я оставлю внизу, и записать своего любимого питомца на прием. Я лично обязательно поучаствую в этом проекте, чтобы продвигать нашей стране заботу о своих питомцах. Ведь очень часто, ребята, мы совершаем ошибки не от того, что не любим, а от того, что просто не знаем. Как часто я чешу своих собак? Конечно же, скажу честно, не каждый день. Но для улучшения шерсти, кровообращения и для массажа где-то, наверное, раз или два в неделю. Ай, Юми, у моих собак шерсть неприхотливая, в отличие от тех же Йорков или Шпицев, поэтому тут нужно руководствоваться породой. Так как Софиша и Миша более длинношерстные собачки, чем, например, Рэйвен или Юми, я им иногда подстригаю шерстку и делаю вегиеническую стрижку. Это тоже бывает редко, и вообще инструменты тоже по уходу за шерстью нужно подбирать по вашей породе. Как я и сказала, у нас об этом есть отдельные ролики и все ссылочки внизу. Как часто я мою своих собак? Если я вижу, что шерсть чистая, нежирная и собаки нигде не испачкались, конечно же, я не мою их просто так. Но если я увижу, что либо грязь есть на шерсти, либо если мы сидели дома, не пачкались, но и при этом не мылись целый месяц, то можно принять ванну. Но, конечно, если у нас испачкались лапки, то мы просто моем лапки. Также у меня нет определенного расписания, когда стричь когти собакам. Когда они отрастают, тогда мы и стрижем. Это легко понять, когда собаки начинают даже не громко, но уже постукивать коготками по полу, ведь коготок должен не доставать до пола. И думаю, вам не надо объяснять также, что я держу постоянно в чистоте все миски, туалетики, собачьи лежанки, игрушки и всякие их собачьи штучки. Обязательно, как только мы приходим с прогулки, проверяю всех собак на клещей, особенно сейчас. И, конечно же, делаю постоянные профилактические обработки от глистов, блох и других паразитов. Ну и, конечно, каждый день мы регулярно кушаем, ходим на прогулки и стараемся хотя бы немного, хотя бы раз в день заниматься и играть. И об этом все у нас тоже есть ролики. Кстати, ребята, после спасения нашей собаки Мишеньки, как вы видите, она совсем не такая, как другие мои собаки, я решила очень внимательно заняться таким вопросом, как язык собак. Миша постоянно становится ко всем собакам и ко мне боком. Что же это значит? И я выяснила, ребята, просто удивительный для себя факт. Если собака поворачивается к вам боком, это совсем не значит, что она вас игнорирует. Оказывается, таким образом собака демонстрирует примирение. И между собаками этот сигнал означает, что, мол, я ничего не имею против вас. То же самое сигнал она может подавать и человеку. То есть, видимо, наша Мишенька привыкла к тому, что ее постоянно ругали и любили, и она таким образом хочет показать, что смотрите, я хочу с вами примириться. И это действительно настолько интересно, ребята, так что если вы хотите ролики на тему языка собак или кошек и рубрику, о чем молчат наши питомцы, про жесты и мимику, и что они означают, то ставьте лайк этому видео. И если мы наберем очень много лайков, я обязательно сделаю такую рубрику. И увидимся! Пока!